Приветствую, коллеги! Меня зовут Александр Беспалов, я основатель Беспалов Финанс. И, помимо прочего, мы помогаем получить второе или третье, четвертое, десятое гражданство тем, кому это необходимо. Сегодня я хочу поговорить о нескольких интересных странах, которые позволяют получить гражданство по одинаковой примерно процедуре, это так называемый по корням. То есть основанием получения гражданства является то, что ваши родственники в определенном колене в определенные годы проживали на некой определенной территории. И страны, которые мы сегодня рассмотрим, это Румыния, Болгария и Молдова. Начну, наверное, с последней страны. Молдова достаточно интересна тем, что она является кандидатом в Евросоюз и уже на данный момент позволяет безвизовый въезд в страны Евросоюза, то есть шенген нам привычный, что, в общем, снимает абсолютно все головные боли по получению туристического шенгена, который сейчас получить для россиян достаточно сложно. Если говорить про Болгарию и Румынию, то это уже полноценные страны Евросоюза. И, в отличие от Молдовы, которая позволяет только безвизовый въезд на 90 дней, Болгария и Румыния позволяют жить в любой стране Евросоюза по вашему выбору неограниченное количество времени. Сами процедуры получения гражданства в этих странах очень похожи. Для начала необходимо получить от вас, как от заявителя, определенные данные по вам, составу семьи, вашим родителям, бабушкам, дедушкам, где они родились, где они жили, где они заключали браки либо разводы. На основании этой информации наши специалисты проводят аналитическую работу предварительную. То есть мы анализируем кейс и уже понимаем, беремся мы за это или нет. Если беремся, то в следующем этапе, уже после заключения договора, является проведение аналитической работы и архивный поиск данных, которые позволяют найти тех родственников либо с большой вероятностью понять, что это были ваши родственники, которые проживали на определенной подходящей под государственную программу территории, которая, собственно, и позволяет вам претендовать на гражданство одной из перечисленных стран. Что касается выбора между этими регионами, понятно, что, во-первых, это касается конкретно ваших родственников, так как очень много у нас перемещались бабушки-дедушки, они с разных территорий могли быть, с Украины, Белоруссии. Если говорить про граждан России, то, как правило, если покопаться в корнях, у нас там все вперемешку, и Молдова, и Румыния. То есть реально можно найти корни, посмотреть, где жили ваши родственники, исходя из этого, дальше принимать то или иное решение, получать ли то или иное гражданство такой европейской страны. Принципиально есть два пути работы. Первое — это полноценный архивный поиск, когда запрашиваются архивы разных стран по вашей родословной, составляется некое генеалогическое древо, делается аналитическая записка, дальше вы принимаете решение. Либо второй вариант немножко более быстрый, когда вы уже сразу выбираете определенную страну, и весь поиск сводится к определенным архивам этой страны, либо тех регионов, которые подходят под государственную программу, то есть мы уже не распыляемся, не ждем там несколько месяцев или полгода, пока все архивы ответят, мы уже сразу понимаем, по крайней мере, вектор направления вашего пожелания по гражданству и проводим всю необходимую работу по поиску родственников, по поиску документов и подтверждения того, что они жили на определенной территории. Дальше процедура строится таким образом, что досье и весь комплект документов, там он немного отличается в зависимости от каждой страны, но, как правило, базовый пакет — это свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, свидетельство о браке родителей. Как правило, это делается все в апостелированном виде, подается либо самостоятельно в консульство с сопровождением нашего адвоката в той стране, где идет выдача гражданства, то есть в Румынии, например, подача идет с адвокатом непосредственно в Румынии, в Болгарии это можно делать либо в консульстве в России, Болгарии, либо непосредственно в самой Болгарии, в Софии. Если говорить про Молдову, то там немножко проще, и можно это сделать по доверенности через адвокат. Дальше запускаются определенные процедуры, то есть это консульская проверка, присваивание номера дела вашему заявлению и определенный срок формальный, который рассматривается ваше заявление. В зависимости от страны он немножко отличается, в Молдове все достаточно быстро рассматривается и присваивается гражданство, сейчас у нас клиенты получают примерно за 5-7 месяцев уже конкретное решение по своему кейсу. Если говорить про Болгарию, то это занимает обычно около года, может быть чуть больше, про Румынию чуть-чуть дольше, где-то от года до полутора лет, но здесь нужно сделать некоторые оговорки. Если просто прийти, подать документы и просто ждать, то это может тянуться не один год, не полтора, а все и пять, и семь, и вообще непонятно сколько времени. То есть на данный момент к нам приходят клиенты, которые подавались, например, на гражданство Румынии, ну с кем-то, либо самостоятельно, еще в 2017 году, и просят помочь, ускорить, разобраться с их делом, понять, что там происходит, поскольку до сих пор не получают никакого внятного ответа от государственных органов Румынии, и до сих пор ждут, то есть там по пять, по семь лет некоторые ждут решения, которых так и нет. Объясню, почему это происходит. Во-первых, в Европе, конечно, сейчас, да и уже многие лет, никто не мечтает о том, чтобы раздавать гражданство направо и налево. То есть если есть к чему прицепиться, там прицепятся. Во-вторых, хоть формальные сроки, например, в Румынии рассмотрение заявления составляют около полугода, по факту очереди сейчас такие, что рассмотрение дела вашего конкретно, до него очередь дойдет только через несколько лет, в лучшем случае. То есть сейчас очередь порядка 10 тысяч заявлений накопилась, рассматривают физические специалисты Румынии около тысячи заявлений в год. То есть вы можете несложной арифметикой посчитать, что ждать вы будете лет 10. Ну, может быть, кто-то из очереди выбивает, да, он там не 10, а 7. Но вообще-то очередь растет, а не сокращается, и ждать можно очень долго. Какие процедуры мы абсолютно легальные используем для ускорения рассмотрения этих дел? Например, в Румынии мы используем судебные процедуры. То есть с помощью специального адвоката, которых достаточно мало, кто разбирается в этом процессе, мы подаем судебный иск о том, что формально сроки нарушены, и подаем прошение о рассмотрении этого дела. Суд может дозапросить какие-то документы, либо проанализировав дело, сказать, что все хорошо, либо дозапросить документы, и мы тогда предоставляем дополнительные документы вместе с клиентом. И таким образом выстраивается дело, что в среднем где-то за 4-6 месяцев оно проходит, выдается судебное решение о присвоении гражданства, которое уже вступает в силу, и уже государственный орган непосредственно выдает сертификат гражданин. Таким образом сокращаются все сроки, и в среднем сейчас можно получить таким образом гражданство Румынии примерно за полтора года, что, конечно, гораздо лучше, чем 10 лет ждать непонятно чего. По Болгарии есть варианты сокращения срока ожидания через получение ВНЖ. Когда приезжаешь в Софию, помимо получения гражданства получаешь ВНЖ, это немного сокращает сроки, плюс опять-таки есть определенные адвокатские процедуры, и в итоге примерно за год-полтора тоже получается гражданство. По Молдове там немножко все полегче, так как пока что это еще не совсем Евросоюз, а кандидат в ЕС, там чуть меньше внимания к этой стране, и процедуры попроще. Поэтому сроки обычно с нашим адвокатом занимают 5-7 месяцев. Ну и хотелось бы еще пару слов сказать о стоимости сопровождения таких процедур. В интернете можно найти все, что угодно. Например, мы сталкиваемся с тем, что кто-то говорит вообще за несколько тысяч евро вот нам там что-то кто-то предлагал, допустим, по Румынии. На что мы просто с калькулятором в руках можем спокойно посчитать, в чем клиент может быть неправ. Во-первых, сам пакет документов, который подается, требуется перевести на румынский язык. Плюс сами все заявки, анкеты и так далее, и так далее. Там только этого набегает на несколько тысяч евро обычно. То есть мы уже не вписываемся ни в какую экономику. Во-вторых, ну за тысячу евро вам могут нарисовать в фотошопе какого-нибудь румынского папу. И вероятность того, что вы пройдете с этим консульскую проверку, она уже достаточно низкая. А вот вероятность получения уголовного дела за это, она достаточно высокая. Поэтому мы бы крайне не рекомендовали бегать по интернету, искать где подешевле, потому что риск нарваться на мошенников, которые в этой теме уже давно и привыкли пользоваться совершенно нелегальными инструментами. Вероятность такая очень высокая. Если говорить о наших процедурах, то они абсолютно прозрачны, понятны и абсолютно законны. В среднем сопровождение процессов получения европейского гражданства по этим республикам колеблется от 16 до 25 тысяч евро. Это на момент апреля 2023 года. Что будет позже, мы пока не знаем, поскольку процедуры усложняются. Уже было несколько повышений цен у адвокатов. Повышаются цены у специалистов, кто занимается архивным поиском. Поскольку, еще раз повторюсь, интерес к получению гражданств и к поиску корней для этого, он сейчас, конечно, вырос в десятки раз по сравнению с годом-двумя ранее. Я вам рекомендую рассмотреть варианты получения гражданств Румынии, Болгарии или Молдовы, если вы понимаете, что у вас гипотетически могут быть корни с этих территорий во втором, в третьем колене или далее. Рассматривать это как достаточно интересный и полезный инструмент для ведения международного бизнеса, путешествий, особенно если ваши интересы тем или иным образом связаны с Евросоюзом. Обращайтесь в Беспалов Финанс. Мы поможем, подскажем, проконсультируем и сопроводим весь этот процесс под ключ. Напоминаю, что вы можете получить консультацию по всем вопросам, касающимся гражданств, написав нам в Телеграм. Читайте описание к этому видео и ссылки, проходите по ним и обращайтесь. Будем рады помочь. Дам вам несколько вредных советов. Если хотите открыть счет в банке, обязательно нарисуйте все документы. Пользуйтесь фотошопом. Скачайте из интернета чужой ВНЖ и поменяйте там на свое имя. Конечно же, сразу любой банк вам откроет замечательный счет. Даже Бэнк оф Нью-Йорк или тому подобное. Правда, есть нюансы. Скорее всего, вас посадят. Если выбирать между разными тюрьмами, я, конечно, рекомендую обратить внимание на Евросоюз. Достаточно комфортабельно и красиво. Если вы попадете в тюрьму в Мексике или в Таиланде, скорее всего, вам понравится гораздо меньше.